Привет! Посмотрите на все эти мотоциклы! Наши коллеги из «МотоСтронга» сами привозят их из Европы, выбирая байки с минимальными пробегами и в идеальном состоянии. Склад мотоциклов постоянно обновляется. Подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там всё наличие. А менеджеры «МотоСтронга» помогут вам найти подходящий байк именно для вас и помогут с доставкой по Беларуси, а также в Россию, то есть в Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Вы часто спрашиваете нас про годные кроссоверы, особенно в ценовом сегменте до 20 тысяч долларов. Обязательно! Досмотрите этот обзор до конца, и вы узнаете, что это за автомобили, все их плюсы и минусы и на что надо обратить внимание при покупке. И сразу скажем, что в нашем рейтинге будут неожиданные варианты кроссоверов. Итак, начнем с «Шевроле Коптива». Этот кроссовер известен в узких кругах и считается очень надежным. Это тот случай, когда неведомая зверушка оправдала все ожидания. Этот автомобиль – разработка корейского отделения GM, и надежность у него, соответственно, корейская. Ну, что еще сказать? У «Коптивы» есть еще брат Opel Antara. Эта машина собрана из тех же запчастей, только кузовщина у этой машины своя. И что же представляет из себя «Коптива»? Это здоровяк, длиной 4,7 метра. Есть пятиместные, есть семиместные версии. Объем багажника – 480 литров. Этот автомобиль выпускается с 2006 года. В 2008 году появились локализованные версии на петербургском заводе. А с 2011, то есть в 2011 году, произошел рестайлинг. Внешность похорошела, моторы обновились, и как раз вот давайте с них и начнем. Плохих моторов у «Коптивы» нет. Самый распространенный движок – это атмосферный бензиновый объемом 2,4 литра. Кстати, до 2011 года и после 2011 года двигатели разные. Так вот старый, он настолько старый, что берет там свои корни с 1980-х годов и собирался он в Австралии. Но зато чугунный блок и способность ходить более полмиллиона километров присутствуют и успокаивают. Ну, в этом двигателе надо менять ремень ГРМ раз в 60 тысяч километров и помпу желательно тоже поменять. И еще этот двигатель любит сопливить маслом из-под клапанной крышки, да и вообще из всех уплотнений. Рестайлинговый движок 2,4 конструктивно другой. Он алюминиевый, то есть алюминиевый блок цилиндров и цепной привод ГРМ. Это разработка Chevrolet. Так вот, повторюсь, там полностью цепной привод ГРМ. Цепь изнашивается примерно к пробегу в 150 тысяч километров. И вот тут-то есть проблемка. Цепь обычно изнашивается гораздо раньше. А в чем причина? А причина в обламывании болта-штифта, удерживающего направляющий башмак цепи ГРМ. Он закручивается снаружи через кожух ГРМ. Так вот, надо узнать, если вы покупаете рестайлинговую коптиву, когда меняли вот этот болт. И если его не меняли, то обязательно надо его поменять. Еще к обоим бензиновым четверкам есть одна общая претензия. Они никуда не торопятся и никуда не едут. Если хотите коптиву помощнее, то выберите этот автомобиль с дизельным двигателем или бензиновым V6. Из бензиновых V6 лучше всего рестайлинговый трехлитровый. В отличие от мотора 3.2, у него нет проблем с цепями. Именно цепи на моторе объемом 3.2 V6 и отправляли этот автомобиль с этим двигателем на дорогущий ремонт. Оба этих двигателя склонны к перегреву, поэтому радиаторы должны быть чистыми, а термостаты исправными. Дизельные двигатели Chevrolet Coptiva имеют итальянское происхождение и разработаны компанией VM-Motori. У этих двигателей чугунный блок и цепной привод GRM. Короче, в плане надежности это очень хорошие и надежные двигатели. Проблем у них практически нет. Только знайте, что дизельные коптивы могут быть большими пробегами. То есть на горизонте будет маячить проблема с форсунками. То есть форсунки там ходят примерно 400 тысяч километров. Автоматические трансмиссии до и после рестайлинга разные. То есть до 2011 года эта машина довольствовалась пятиступенчатым автоматом от Aisin, а после 2011 года американским автоматом Гидроматик 6Т4045. Первая трансмиссия частенько отправлялась на ремонт по состоянию здоровья. То гидротрансформатор надо перебрать, то соленоиды почистить. А вот вторая получилась изначально сырой. В общем, ранние экземпляры либо же откапиталили, либо же отремонтировали по гарантии. Еще обращайте внимание на коррозию. Она обычно начинается с задней двери, а потом появляется на кромках других кузовных деталей. Если говорить о полноприводной трансмиссии коптивы, то там никаких проблем нет. Все части карданного вала восстанавливаются, либо меняются на специализированных мастерских. И еще, если вы все-таки решили купить Chevrolet коптивы, то обязательно сделайте тест-драйв, потому что вы будете, наверное, не в восторге, то есть можете быть не в восторге от плавности хода, от тормозов, от динамики этого автомобиля. Далее достойным кроссовером мы считаем Volvo XC60 первого поколения. И этот автомобиль чуть-чуть короче коптивы. 4,6 метра, 490 литров багажник, и он бывает только пятиместным. И частенько Volvo XC60 первого поколения выпускался именно переднеприводным. Так вот, это настоящий премиум. Ни проблем с качеством, например, салона, с дизайном, с комфортом вы на нем не заметите. Но драйверских вот этих вот черт у Volvo XC60 немного. В наш бюджет до 20 тысяч попадают автомобили до рестайлинговой. Легко. Так вот, выбирайте самые свежие экземпляры и с любым дизельным двигателем. Однако есть одно но. Битурбированный дизель D5. У него частенько встречаются трещины между соседними центральными цилиндрами. И это вызвано, скорее всего, либо корявым чип-тюнингом, либо проблемами с системой охлаждения. Изношенные распылители форсунок тоже не стоит исключать. Так вот, если вас интересуют автомобили с самыми мощными дизелями Volvo, ну то есть мощностью больше 200 лошадиных сил, обязательно очень конкретно диагностируйте этот мотор, вплоть до измерения компрессии. Еще в этот бюджет попадают и рестайлинговый XC60, но уже с бензиновым турбомотором и только передним приводом. И с преселективной роботизированной трансмиссией от компании Ford. И мотор там тоже Ford. В общем, это не самый лучший вариант, потому что все может закончиться и капиталкой двигателя, и капиталкой трансмиссии. Будьте осторожны. Ну а если вы нацелены на бензиновую XC60, то ищите редкую версию с турбо пятеркой. Но вообще, если сказать правду, то все двигатели Volvo бензиновые объемом от 2,5 литров хороши. Только вот фирменные турбо шестерки славятся очень хорошим аппетитом к топливу. Но зато до 300 тысяч километров вы точно не узнаете о дорогом ремонте. Полноприводная трансмиссия не капризная, но масло в муфте подключения задней оси обязательно нужно менять. И если у вас муфта Haldex отказала при пробеге в 200 тысяч километров, то тогда рассмотрите вариант ее ремонта с использованием ремкомплекта электромотора муфты. Обычно это помогает. И, кстати, у нас на канале есть подробный супер-пупер обзор Volvo XC60. Кому надо, посмотрите, пользуйтесь советами. А знаете, какой еще автомобиль не подведет? Так вот, встречаем. Geely Atlas первого поколения, можно сказать, отечественной сборки. Made in Belarus. Так вот, этот автомобиль выпускался с 2016 года. И за 8 лет эксплуатации он показал то, что он не разваливается и ничего особо криминального с ним не происходит. Под капотами двигатели 2.0 и 2.4. Это лицензионные двигатели компании Toyota серии AZ. Они масло не жрут. И вообще, если менять масло каждые 10 тысяч километров, все с этими моторами будет хорошо. У этих моторов нет гидрокомпенсаторов, есть цепь Grab, и менять ее нужно каждые 120 тысяч километров. Турбобензиновый прямовпрысковый двигатель 1.8 тоже хорошо себя показал. Единственный облом Atlas – это его долбанная австралийская шестиступенчатая автоматическая трансмиссия. При бережной эксплуатации она служит примерно 150-200 тысяч километров, но частенько уходит на капремонт при пробеге в 100 тысяч километров. Особенно, если водитель любит ускоряться со светофора в режиме «тапка в пол». Но, к счастью, эту трансмиссию готова взять на ремонт любая профильная СТО. Сам по себе Atlas компактен, 4,5 метра с небольшим, багажник у него тесноват, 320 литров. И это первый китайский кроссовер, который не ощущается китайским. Продавался он в больших количествах и в больших количествах представлен на вторичном рынке. Он комфортный, тихий, неспортивный. Его мультимедиум можно прошить и получить полноценный Android. Многие из автомобилей в этом обзоре так не могут. То есть, интеграция со смартфоном и даже навигация у Atlas получается самой удобной. Кстати, у Atlas нет проблем с кузовом, он долго и хорошо сопротивляется коррозии. После Atlas кто-то наверняка спросит, а будут ли нормальные автомобили? Хотя Geely Atlas мы считаем нормальным автомобилем. А сейчас давайте порекомендуем вам Hyundai Santa Fe третьего поколения. Этот большой кроссовер вытянулся в длину на 4,7 метра и обладает огромным багажником в 585 литров. Кстати, есть версия Grand Santa Fe. Она вытянулась на 4,9 метра и там семиместный салон. И в этом поколении, то есть в поколении, которое пошло с 2012 года, наконец-то Santa Fe перестал выглядеть как бедный родственник и бюджетный вариант какого-нибудь японского кроссовера. И, кстати, все, что мы скажем в этом обзоре, ну то есть все, что было сказано, все, что будет сказано, тоже применимо Kia Sorento второго поколения, но именно рестайлинговой версии, то есть версии, которая пошла после 2013 года. Итак, самый распространенный двигатель объемом 2,4 литра. Провернет ли он шатунные вкладыши, либо нет? Вот в чем вопрос. На самом деле в мире есть шумиха и много фактов, что этот двигатель с легкостью проворачивает вкладыши, особенно если мотор моложе 2013 года. Так вот, по факту есть много владельцев, которые ездят на Santa Fe и горе с этим мотором не знает, но есть владельцы, которые добиваются признания исков и расширенной гарантии. По-хорошему надо раз в 200 тысяч километров поменять эти шатунные вкладыши, либо покупать автомобиль и убедиться, что уже вкладыши меняли. Плюс надо держать уровень масла на максимуме и не отжигать, пока двигатель не нагрелся до рабочей температуры. И, кстати, все это касается более редких моторов 2,4 GDI с непосредственным впрыском и двухлитрового турбомотора везенных автомобилей из США. Нужны витамины для вашего автомобиля? Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя, трансмиссии и топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет, а Автостронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы. Также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы. Добавь своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. Ну а где покупать это все, вы знаете, в Автостронге. Ссылочки и подробности будут в описании, заходите на наш сайт. А иногда Санта-Фе встречается с атмосферным мотором 3,3 литра V6, обычно на версиях Гранд Санта-Фе. Так вот, этот двигатель любит пожирать масло. Будьте готовы к такому развитию событий. А лучше выбирать Санта-Фе с дизельным двигателем. Он абсолютно безобиден и надежен. Ну, разве что может EGR забрахлить, либо же форсунки. И то из-за откровенно некачественного топлива. По итогу, этот двигатель экономичнее и обладает пусть и небольшой динамикой. То есть, легко объезжает своих собратьев объемом 2,4 литра бензиновых. Далее, владелец или любой, кто хочет им стать, должен знать о профилактике полного привода. Это прям бич Hyundai и Санта-Фе. Шлицевое соединение валов между коробкой передач и угловым редуктором вообще никак не защищено от попадания туда влаги и грязи. Чтобы не остаться вообще без привода, то есть машина будет обездвижена из-за ржавления и тотального обтесывания шлицов, один-два раза в год нужно проводить профилактику. Снимать угловой редуктор, набивать шлицы густой смазкой. Это обязательно. И в истории приобретаемой Санта-Фе такой пункт должен присутствовать. Ну, а в остальном это очень хороший и интересный кроссовер. Намного интереснее, чем Toyota Highlander. И даже какой-нибудь легкий. Понятно, что Toyota RAV4 и Honda CR-V четвертых поколений отлично впишутся в этот бюджет. А что еще можно купить? Так вот, Ford Escape третьего поколения. Эти автомобили привозили из США. Так вот, из плюсов. Маленький пробег, то есть реально найти Ford Escape третьего поколения с пробегом до 100 тысяч километров. Минус аварийное прошлое. Так что обязательно гуглите ВИН и смотрите, насколько была развалена ваша будущая машина. Их навезли много. В продаже их много. Но на самом деле нет особых причин избавляться владельцев от них. Но есть одно но. Так вот, все Ford Escape третьего поколения оснащены четырехцилиндровым полуторалитровым турбомотором EcoBoost. И согласно сервисному бюллетеню от 2019 года, при попадании антифриза в цилиндры, блок цилиндров подлежит замене. И это касается всех Ford Escape, выпущенных до 6 апреля 2019 года. Из-за неудачных пропилов в блоке цилиндров под прокладкой ГБЦ возникает утечка. Обычно антифриз попадает в цилиндры 2-3. Но эта проблема присуща для американских Ford Escape и Sedan Fusion. Больше, в общем-то, в американском Escape третьего поколения никаких подохов нет. Кстати, в продаже встречается Escape четвертого поколения. Смена поколений прошла в 2019 году. Там стоит совершенно другой EcoBoost 1.5, но уже трехцилиндровый. И пока нареканий в его адрес не выявлено. В общем, если вам надо не японский кроссовер, то Escape вам подойдет. Ну, а сам Ford Escape – это типичный компактный кроссовер длиной 4,5 метра с багажником 435 литров. Да, он короче RAV4 и не такой просторный, но зато очень веселый в управлении. И полуторалитровый двигатель хорошо тянет и расходует немного топлива. Все-таки без японских кроссоверов никуда. Итак, переходим к рекомендации кроссовера Mazda CX-5 первого поколения. По нашему мнению, Mazda поздно влетела в рынок компактных кроссоверов во второй половине 2011 года. Хотя до этого на североамериканском рынке продавалась модель Tribute – клон Ford Escape. На протяжении двух поколений с 2000 по 2011 год на ключевых рынках у Mazda был конкурент для RAV4 и CR-V. Mazda CX-5 у нас стала, ну, практически бестселлером. У нее классный дизайн снаружи и приличный по качеству интерьер. Размеры у нее типичные для компактного кроссовера. 4-5 метров в длину, багажник на 400 литров. Владельцы отмечают достойный уровень комфорта и азартную живую управляемость. В этом случае Mazda смотрится выгоднее, чем конкуренты от Honda и Toyota. С надежностью тоже все хорошо. Двигатели Skyactiv не оправдали скептицизма в свой адрес. Высокая степень сжатия не подвела. При этом кроссовер Mazda все-таки получается более экономичным, чем его конкуренты. На это инженеры, создававшие CX-5, делали особый упор. Автоматы у CX-5 от Aisin, хотя в первые годы выпуска это тщательно скрывали. И речь шла о собственной разработке. Хотя немало этих трансмиссий поменяли по гарантии. Сколько стоит японская надежность? Дорого. За 20 тысяч долларов вы получаете машину дорестайлинговую первых лет выпуска с пробегом более 150 тысяч километров. Но на самом деле это будут машины, которые были выпущены 10-12 лет назад. И вот если вы захотите купить такую CX-5, то настоятельно рекомендуем вам обследовать эту машину на предмет коррозии. Нередко все днище рыжее, а сколы краски намекают на полный перекрас кузова. Ну и отдельного упоминания заслуживает Nissan X-Trail третьего поколения. Этот кроссовер, как Skoda Superb, самый длинный в классе. Он сделан на платформе компактного кроссовера, но растянут в длину на 4,6 метра с хвостиком. Салон на заднем ряду у X-Trail огромный, багажник почти 500 литров. По такому же рецепту создан и Outlander. Про него мы не забыли. В сущности, X-Trail очень интересный кроссовер. Это очень много авто за свои деньги. Когда нужно не просто по городу кататься, но ездить на дальняк всей семьей с кучей багажа. Но о мощных моторах здесь придется забыть. Максимум 170 лошадиных сил с 2,5 литрового бензинового атмосферника. Также можно найти еще и турбодизельный вариант, который пригоняли из Европы. Этот мотор и тянет водрее, и экономичнее. А вот если у вашего X-Trail третьего поколения две педали, то ни о каком автомате гидромеханическом не мечтайте. Там вариатор Jatka. Но этот вариатор Jatka добрался до Nissan X-Trail третьего поколения уже с увеличенным ресурсом до 300 тысяч километров. Не мучайте только его на бездорожье. Говоря о возрасте X-Trail и его цене, они дорогие. То есть за 20 тысяч долларов вы получите автомобиль, которому будет 8-10 лет с пробегом около 150 тысяч километров. Мы долго думали, взвешивали и решили вам порекомендовать к покупке китайский кроссовер Havail F7. Он выпускается с 2018 года. Много таких машин проехали по 200 тысяч километров. И ничего страшного и дорогого с ними не случается. Havail F7 вытянулся в длину на 4,6 метра. У него просторный салон и багажник на 700 литров. И по ощущениям он совсем не китайский. Предлагается с двумя вариантами двигателей. Оба варианта двигателей, а это турбированная полторашка или двухлитровый вариант, не разваливаются, как ожидалось. Кстати, у нас на канале есть подробный обзор этих моторов. Там рассказано про все их особенности. Версии с двухлитровым мотором богаче оснащены. Имеется даже адаптивный круиз-контроль. Семиступенчатая преселективная трансмиссия, которую для Havail, как заявляется, разработал инженер, который имел отношение к разработке DSG для Volkswagen, тоже служит неплохо. Но плохая новость в том, что Havail F7 бэушный не такой уж и дешевый за 20 тысяч долларов. Вы получите экземпляр 2019 года с пробегом примерно 80-100 тысяч километров. Еще один неочевидный кроссовер, который хорошо себя зарекомендовал, это Chevrolet Equinox третьего поколения. Этот кроссовер выпускался с 2017 года. И к нам его привозили из США. То есть люди покупали их на страховых аукционах и привозили. То есть настоятельно рекомендуется осмотр на предмет восстановления этой машины. То есть хорошо ее восстановили или нет. Это пятиместный кроссовер длиной 4,6 метра с огромным багажником в 650 литров. Оснащался полуторалитровыми двигателями и двухлитровыми. Половина машин с полным приводом. С полторашки вообще никаких нареканий нет. Он требует только планового обслуживания и никаких отзывных компаний. Поэтому двигателя в США не было. У нас он тоже служит отлично. Но все-таки бывают случаи, когда антифриз в расширительном бачке мутнеет, потому что в систему охлаждения попадает масло. Место пробоя это теплообменник. На разборках его можно найти. Стоит он недорого. Если вам что-то нужно на разборке, то есть бэушные запчасти, либо же новые запчасти, либо же технические жидкости, обязательно звоните и обращайтесь в «АвтоСтронг». Ссылки в описании к этому ролику. Разумеется, Эквинокс оснащен автоматом. И это шестиступка от GM. Такая шестиступка стоит на Escape. Ford и GM сотрудничают давным-давно в этом плане. Так вот, эта трансмиссия надежная, легко пройдет 300 тысяч километров без всяких проблем. Ну, что сказать про рынок. За эти деньги, за 20 тысяч, можно купить экземпляр, которому 3-4 года, и с пробегом до 80 тысяч. Очень даже неплохо. Ну что, вот такой вот топ-10 из относительно свежих кроссоверов у нас получился. Просим не обижаться на нас, владельцев Honda и Toyota. Мы заочно ваши автомобили включили в этот рейтинг. А вот Tiguan второго поколения в этот рейтинг не попал из-за цены. Французов тоже нет, потому что и полного привода нет. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно напишите в комментариях ваше мнение, какую бы машину вы купили себе. Помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».